Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Зоу Софи. Сегодня видео, такой влог, видео обо всех животных. Расскажу, покажу, что нового, что интересного. Наконец-то, Кир, разобрались мы с крабом, потому что кто смотрел прошлое видео, кто не смотрел, посмотрите. Две недели краб не ел, я уже думала, что с ним, что такое. И он, наконец-то, полинял! Первая линька, поздравляю, прошла успешно, отлично. Смотрите, он в два раза стал больше, вот он, видите, его экзоскелет, рядом валяется его старый панцирь. То есть, все прошло хорошо, удачно. В первые дни после линьки крабы очень уязвимы, поэтому трогать их нельзя. Они такие, знаете, как желешки такие, то есть, он сейчас, его старый панцирь тоже убирать нельзя, потому что он его будет кушать. Пополучать оттуда недостающий этот хитин, кальций там или что он там еще получает, ну то есть, будет его кушать. А потом уже его нужно убрать, а то он будет тухнуть. Но это через несколько дней, пока он сидит, опять пока не ест, он пока прячется, вот только вот так вот вылазит и обратно, и все. То есть, он вообще не вылазит, как бы только, смотрите, какой прикольный, да, по краске. Я так и думала, что он будет линять, потому что он побледнел и не кушал. Но я думала, это будет неделька, дня три, но не две. Что тут у нас нового у улиточек? У улиточек у нас мох стал каким-то непотребным таком виде, надо будет мох менять. Скорее всего, пойду набирать его в лес, либо закажу снова сфагну. Ну, скорее всего, наверное, в лесу наберу. У нас как поживают лиуцисты. Все улиточки достаточно хорошо подросли, прям даже очень, я бы сказала, подросли с того момента, так как вот вы помните видео, которое я смотрела, там закреплю, наверное, подсказки, чтобы вы посмотрели с того знакомства видео. Они уже так выросли, ну, лиуцисты, как бы по ним не очень заметны, но сейчас я вам покажу, а в умят, и вы будете просто в шоке, особенно еще по сравнению с лиуцистами. Ну, лиуцисты маленькие улиточки, мало кушают, мало растут, просто красота. Для тех, кто любит улиток-малоежек, лиуцисты-греги, это ваш вариант, отличный. Вот олумы, как вы видите, олумы едят, как два коня. У них, кстати, мох превратился вообще в какую-то мочалку непотребную, я не знаю, они моются, что ли, эти мохом пока лежат. Смотрите, какие вымахали две уже, два коня. Вот это что? Это кто? Откуда вы такие вымахали? Смотрите на них. Особенно серенький сильвер еще больше. Смотрите, он стал еще больше, он был чуть покрупнее, он уже, посмотрите, больше полладони. Это огромные улитки. Я понимаю, конечно, для тех, кто любит совсем больших улиток, кажутся типа маленькими. Вот смотрите, по сравнению с лиуцистами, они были практически одинакового размера. Посмотрите, какие лошади. То есть для тех, кто любит крупных, чем больше, тем лучше улиток, то берите вот себе олумов, и будет вам красота. Они как вот и ретикулятор, растут огромными размерами, просто прям ракушка больше ладони получается. Вот сейчас уже больше половины моей ладони. Вы видите, они еще совсем-совсем маленькие. Боюсь представить, что потом будет. И едят они просто как не в себя. Едят они очень много. Поэтому, если вы не хотите постоянно кормить улиток, то берите люцистов. А если вам нравятся огромные, то олумы ваш вариант. И у них еще в отличие от ретикулятные, чем нравится. У них большое такое, как яйцо, такое прям круглое-круглое ракушка. Классное вообще. То есть, ну, прям здоровски. Здоровски. Поэтому улитки, в общем, растут. Ну, кальций-смесь, конечно. И разнообразие питания, и достаточно, когда много им даешь. Поэтому они так хорошо растут. Вот он, абрикосик. Все, кто не смотрел прошлое видео, посмотрите. Обязательно закреплю под сказочку тоже. Он интересуется всем. Абрикосу нужно все. Он смотрит, как я кормлю всех животных. К хамелеону, к примеру, он вообще ревнует. Пытается отобрать у меня сверчков. То есть, его интересуют улитки, его интересуют песчанки. С песчанками это вообще отдельные взаимоотношения кота и песчанок. Это там отдельная история просто. Поэтому кот везде. Коту надо все. И коту интересны все животные. И чтобы он еще был в центре внимания обязательно. Потому что иначе он уже ревно начинает относиться. Ну, сейчас я вам немножечко и про кота засниму. Надеюсь, вам будет интересно про него. Тоже посмотреть. Сурака рыжая. Кто это? Кто это нападает, как рысь бежит? Что? Что тебе? Что тебе? Что тебе? Так, кто это? Кто это? Так. Это кто это такой? Сейчас, да, знаю, что ты любишь эту игрушку. Дай. Будем драться с котом. Молодец какой. Дай. Дай. Черт. Дай. еще кота приучила команде нельзя чтобы вот это кстати он подскользнулся на моем бальзаме для волос он у нас очень любит эту воду постоянно лезет в воду в раковину ванну куда короче любит мыться он моется хорошо то есть он не орет не вырывается ну как бы то есть любит воду и он подскользнулся на бальзаме львов и убежал так то есть он руки не царапает потому что он узнает команду я вам вот советую если вы играете с котом используйте игрушку обязательно чтобы он царапал и кусал вот игрушку но они вашу руку куда унес но не вашу руку то есть чтобы он игрался с игрушкой но не с вашей рукой до чтобы царапал и кусал все что угодно ну как бы все что угодно игрушки свои но не руки а для рук существует команда нельзя вот он вот он сейчас игрушку облизывает вот он обычно как делает если он пытается прикусить руку то да иди сюда покажи иди сюда дай покажу как команду как ты выполняешь короче вот это он случайно поцарапал просто подскользнулся на бальзаме убежал испугался да вот это еще руки он не кусает не царапает не кусает то что он знает команду нельзя кусает он только игрушки его самого начала приучала команде нельзя они кстати очень хорошо понимают как ты команду нельзя то есть как и собаки то есть он знает что интонацию меняешь и говоришь нельзя и он знает что нельзя кусаться начинает облизывать руку а вот с игрушками пожалуйста пусть он их грызет царапает кусает он знает что можно игрушки трогать вот руки грызть и кусать нельзя вот это он знает поэтому он даже когда нападает он обычно нападает без этих без когтей и его хорошо кстати кошка мама воспитала он всегда регулирует свою силу никогда не играет в полную силу с человеком то есть он не кусается в полную силу не царапается в полную силу ну и вообще он на самом по себе такой и кот не агрессивный вот поэтому он нас не шипит там найти но не обижается там не злится как бывают коты там вот он нас такого нет он очень позитивный и игручий код компанийский скажи все мне надо вот а так это руки скажи мы не кусаем поэтому я просто много раз видела когда обычно с рукой играют обычно с котенком вот начинают нельзя вот с котенком играет с рукой лучше играть он с игрушкой то есть давать ему чтобы он кидался на игрушку а не на руку чтобы он не грыз потому что они вырастают а привычки вот эти остаются то есть когда маленький котенок кусает царапается ну так как бы фигня когда уже взрослый код будет вас царапать и кусать это уже достаточно ощутимо поэтому сразу нужно изначально его приучать команде нельзя чтобы он не кусался чтобы он знал что в руки кусать и царапать нельзя да да вот скажи можно царапать и кусать игрушки руки нельзя хороший мой хороший и он кстати всех животных которые на канале есть он со мной всех кормит сейчас я покажу еще как халимошу будет кормить да наглый кот что да я за тобой иду не только себе за мной ходить куда идешь куда ты направляешься куда направляется рыжая морда у нас тоже у него есть свои личные игрушки мячики вот этот вот обезьян этого самая любимая кстати игрушка вот такой вот туннель очень кстати любит он в нем спит иногда когда был котенок вообще а еще знаете какую игрушку очень любил прямо сейчас тоже иногда играет когда от них делать вот вот эту вот такая игрушка с этими с тремя шариками вот она очень гоняет шарики эти ну да про тебя рассказывал блин напугал какой напугал да испугал ах ты какой кот кстати очень игривый прям вообще как бы прям как и хотелось если честно есть просто коты достаточно такие ленивые этот кот вообще любитель поиграться сейчас кстати вот я пойду и 100% побежит за мной да я я спалила себя они любят он как рысь любит чтобы не видели как он нападает ох это ты кот сейчас будем халимошу чтобы кормить да конечно конечно будем с тобой кормить халимошу ну ладно давай до халимошки все хватит нельзя кусать вот кто-то же сейчас пойду кормить халимошу и сто процентов код пойдет со мной конечно так видно там вроде видно надеюсь лампы они вроде нормально на камере не смотрится куда ты попёрт и стой 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 куча недовольный ой извини кушать 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 с этой стороны не уходи никуда так сейчас прибрется код кто-то спрашивал точнее писал мне про железный этот пинцет в комментариях так вот сейчас вам покажу уже как бы до чего технологии нашли пинцет может быть и без то где камера безопасный вот он как вам показать сейчас видите он не острый он скругленный специально для кормления рептилий поэтому некие деревянные пинцеты мне не не нужны потому что вот он специально скругленный это не острый естественно ибо острыми не стала бы кормить этого халимона уже него же тихо впивался придется постараться давай тени язык не ори чё орешь там халимушка кушает поэтому пинцет абсолютно безопасный никаких повреждений языку он не несет естественно как можно острым пинцетом кормить это специально же для кормления рептилий смотрите какой он большой ну конечно точнее не специально для кормления рептилий он для обреквас для другого но удобен очень идеально для рептилий давай а то что он язык когда они вытягивают он просто ленивый знаете вот ленивых котов вот хамелеон у нас тоже обленился потому что его кормят постоянно и ему влом просто высовывать свой язык но иногда его составлял сейчас на камеру можно подсказать давай куку но все таки же я начала его наконец-то кормить раз вдвое суток я кормила раньше каждый день куку давай так он уже взрослый ну давай ну халимош кормить хамелеона кстати медитация всегда вот такая то есть они такие они так всегда едят только исключение когда он очень голодный он ест это если его вечером 1000 днем кормлю вечером он обычно кушает поактивнее ему сразу даю по два по три сверчка вы кстати в курсе да что он как рептилия как змея он их не жует заглатывает там переваривается там не вообще и один раз когда он рот открывал увидела как это выглядит прям цельные сверчки туда во внутрь попадает а вот так он языком облизывает и промежутки такие между тем принятием пищи так сказать делает паузы он из-за того что кальций с витаминами сыпешь на сверчков они становятся такие как в панировке в сухой ему это не очень нравится как бы но что делать понимаешь что ему не нравится но витаминки надо принимать каждое кормление куку давай сейчас день и он не очень голодный и вот около него можно вот танцевать стоять этими сверчками ну давай все что ли ты наелся эти сверчков целую кучу разморозила ты уже не хочешь на камеру кстати почему-то он всегда ест меньше я не знаю с чем это связано ну наконец-то все у него кстати теперь заживает ожогов теперь он не получает линять он опять линяет хамелеоны кстати очень часто линяют не знаю как другие рептилии насколько это часто хамелеоны очень часто линяют вот они прям не знаю их клиника за линькой фактически идет римашка давай девчонки там что-то грызут римаш давай девчонка уже сегодня кормила тоже интересуются или марш ну ты будешь нет есть куку что-то не голодный что тебе еще вечером покормить разочек на давай 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 да вижу что же хочешь давай 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 может холодные слишком ну да прохладные еще ему надо хорошенько разморозить чтобы они это согрелись да наверное слишком рано я просто хотела бы быстрее заснять слишком рано пошла их ему давать да они прохладные но сейчас на лампе отогреется эй на давай последнего давай последних давай 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 жирные здесь как раз таки ну давай ну халимоши ну давай ну давай а на счет постоим минутку ой ну вот где там э вот два свечка сейчас ну ну давай еще чуть подождем ну готов ну давай еще две штучки и все это отстану от тебя давай две штучки ну давай халимоль ну давай ну давай ну давай ну две штучки еще ну халимоша ну давай ну вот давай ну давай ой ну наконец-то боже ты мой ура спасибо мистер зеленая шкура шкура так ну еще будешь ммм ну а чего пендривался тогда сидел тут а вот мы сейчас еще постоим подождем да вот такая кстати вот кормежка халимоли а если так ему оставить открытую дверку что периодически я очень редко правда но оставляю он сбежит все время сбегает кстати гулять ну ну это редко правда бывает но бывает ну что там все все давай последних я как этот знаете как ребенка уговаривают за маму за папу ложечки вот так их к лимону давай 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 он кстати почему-то на камеру всегда так ест он как будто то ли она его просто смущает я прям ставлю его рядом я и так уже поставила низко не прям перед тобой не перед этой мордой твоей ей ой блин хранила кручу верчу на ну скушай ну скушай противный какой на нет не хочешь мне кажется что врешь давай ну последний давай ну нет ладно нет так нет точно нет ну что ты ну что ты ну ладно ладно все я не трогаю не переживай смотрите макрички чечерички остальные разбежались так сколько у нас тут осталось сколько у нас тут клюнуши не даем ну все четыре штучки в принципе вот они четыре штучки вот сюда под домик кладу там видите у них морковка вот так вот накрываем еще одна кольмушка кто они тоже опустошают кстати можно у них чуть-чуть полить водичкой надо им сейчас полью ой вон там мелочь ползает бегает поливаю макрич как прям это как цветы потому что у них тут достаточно жарко и влажная должна быть надо иногда поливать макрички влажность ну калимон тоже чуть-чуть но ему обычная влажность наша как у нас в воздухе ой макрич много опять понаплодилась вот вы конечно даете так ну все хватит все нормально залила немножко что-то убежала вообще девчонки будете сверчков вот так кстати после уборки у песчанок как видите эй идите что не понравились что не хотите погулять походь пошло понятно ладно я вам положу короче что делаем проверяете да вам наверное свеженького салатика надо какого-нибудь дать погрызть поразвлекаться на сегодняшний денек у них такая слизистая интересная когда на нее ну то есть они вот надо ползать покушать когда я им что-то приношу вкусно им нравится она сидит и у нее там на глазу на эти три опилки ну то есть понятное дело да если бы человеку в глаз попало что-то тем более какая-то опилка ну сразу чувствуется как бы а не ну как ну чувствуется веком больше ну чувствуется на радужке на белке не так конечно чувствуется пока не начинается века тереть но вот у них в общем такое ой ой ты куда у них такие глаза так сейчас пойдет на плечо не не пойдет у них такие глаза как знаете ой аккуратно как у нас белки наверное то есть у них вот эти опилки на них лежат и они такие нормально типа сидят и едят салат все окей да девчонки куленки маленькие ой какие вы мягкие пушистые хорошие так сейчас я вам принесу салат так уже что-то стащила сама там кушать грызть посмотрим как на салат прибегут о ну-ка правда с холодильника еще прохладный будешь будешь кушать будешь да вот эта кочерыжка ему хорошо ее зубками грызть просто любит ты сегодня какая-то гуляна ты хочешь погулять я смотрю ты погулять хочешь да ладно 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 скажи не надо резких движений вторая она вот она сидит грызь сейчас отнимать не прячут друг друга так вот у них тут корм на несколько дней я им сегодня с утра досыпала ну все ладно пусть они слав потом сидят когда будет желание у них пока у них желание пообщаться такие миленькие всем спасибо за просмотр вы были на канале Зоу Софи подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и до встречи в новых видео всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok